Послание к Титу, глава 3. Ко всем человекам. Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию саделались наследниками вечной жизни. Слово это верно. Я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Глупых же состязаний, родословий, споров и расприй о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика, после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самосужден. Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Приветствуют тебя все, находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь. Притча Соломоновы, глава 15. Гнев губит и разумных. Кроткий ответ отвращает гнев. А оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте, очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык – древо жизни, но необузданное сокрушение духа. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. В обилии правды великая сила, а нечестивые искоренятся из земли. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого – расстройство. Уста мудрых распространяют знания, а сердце глупых – не так. Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна ему. Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды он любит. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет. Преисподнее и Абвадон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Не любят распутные обличающих его, и к мудрым не пойдет. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знания. У стажей глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище, а при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных – гладкий. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямую дорогу. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом – помышление злых, слова же непорочных угодно ему. Коростолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых и зарыгают зло. Приятно пред Господом пути праведных, через них и враги делаются друзьями. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Притча Соломонова, глава, шестнадцатая. Человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Придай Господу дела твои и предприятия твои совершаться. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Начало доброго пути – делать правду. Это угоднее пред Богом, нежели приносить жертвы. Ищущий Господа найдет знания с правдою. Истинно ищущие Его найдут мир. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господен отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Лучше немного с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное. Уста его не должны погрешать на суде. Верные весы, весовые чаши – от Господа. От Него же все гири в суме. Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев – вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом зоре царя – жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных – уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. По гибели предшествует гордость и падению надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего, и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство. Закусывая себе губы, совершает злодейство. Он – печь злобы. Венец славы – седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый – лучше храброго, и владеющий собой – лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но все решения – его от Господа. Книга Откровения, глава восьмая. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труп. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труп, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, не зверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику. И пала на третью часть рек, и на источники вод. Имя сей звезде – полынь. И третья часть вод сделалась полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом «Горе! Горе! Горе!» живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Субтитры создавал DimaTorzok